Привет народ! Это вторая серия видео, в котором я постараюсь подробно рассказать про дистрибутив Manjaro с самым свежим на данный момент рабочим окружением Gnome 3.36. Для полноты картины я счел нужным пройтись также по параметрам и дополнительным настройкам системы. У бывалых пользователей это вызовет лишь злобную улыбку, но я открою вам секрет, друзья. Даже в 2020 году бывалых пользователей в плане использования линукса на домашнем ПК не так много, а подробных гайдов по детальной настройке DE еще меньше. Поэтому я хочу, чтобы у нас на канале появилось полноценное описание и разбор всех доступных функций и параметров для всех доступных вариаций линукса. И для начала мы займемся именно Manjaro, дабы новичок изучал вопрос по наглядному примеру, а не собирал информацию по крупицам по всей сети. Я часто сталкиваюсь с легким оттенком раздражения в комментариях, ведь большинству бывалых именно так и приходилось поступать буквально какие-то 5-7 лет назад. И с появлением таких каналов, как мой, для данных пользователей это создает легкий резонанс, приправленный щепоткой незамысловатой зависти на фоне якобы уместной иронии. Так вот, друзья, всем таким людям я предлагаю попросту включиться в игру и помогать молодой крови осознавать и изучать операционную систему на базе ядра линукс, а не беспочвенно иронизировать без какой-либо на то пользы. И тут совсем не важно, какой именно дистрибутив более популярен, будь то Manjaro, Ubuntu или какой-то там Solus Project. Со временем мы, и в том числе и я, изучим с вами на канале подавляющее большинство самых популярных дистрибутивов и open source технологий, доступных в мире линукса. В этом году мы начали с Manjaro. И чтобы кто не думал, но чем выше популярность в том или ином вопросе, тем сильнее раскрывается энтузиазм разработчиков и заставляет относиться к линуксу со всей ответственностью и серьезностью, что несомненно принесет всем нам больше пользы, нежели вреда. Так что высаживайтесь поудобнее перед вашими экранами и не забудьте поддержать проект лайком и подпиской. Это тоже важно, так как именно ваше участие, а не мои видео, популяризирует линукс и, как многие любят говорить, продвигает его в массы. Ну а мы, пожалуй, и начнем. Первыми двумя пунктами в параметрах системы мы встречаем Wi-Fi и настройки проводного соединения. Тут ничего сверхъестественного, но стоит отметить две вещи, которые могут вам пригодиться. Во-первых, в Gnome есть отличная интеграция в Gnome Shell вашего VPN сервиса и делается это вот здесь. У меня, к примеру, есть CyberGhost VPN, благодаря которому я с легкостью обхожу некоторые региональные ограничения и при этом VPN и как его настроить я сделаю отдельное видео. Второй пункт – это возможность выставить ограничения на использование сети в фоновом режиме. Очень подходит для тех, кто использует интернет с ограниченным трафиком и бережет каждый мегабайт. В следующей вкладке тоже все очень просто, здесь мы можем подключать Bluetooth устройство. В моем случае это беспроводные наушники и геймпад от PS4. В ближайшее время хочу себе приобрести контроллер от Xbox для Steam. По поводу уведомления в этой версии Gnome появился выключатель, который позволяет отключать уведомления, пока вы заняты и не отвлекать вас ненужной информацией. Почему-то ее еще не локализовали. Думаю, со следующими обновлениями это исправят. По поводу поиска приложений говорить особо нечего. Стоит, наверное, отметить, что во вкладке поиск можно перетаскивать места поиска, тем самым обозначая порядок и приоритет при этом самом поиске. Во вкладке конфиденциальности обычно на ноутбуке я включаю сервисы месторасположения. На ПК же обычно это не нужно. Ну и если нужно, то на уровне более точного определения погоды, не более. А вот параноикам и душевнобольным людям отключать нужно все. Во вкладке история файлов и корзина я выставляю обычно вот такие параметры. Тут уж решайте сами, что вам нужно и как вы это будете использовать. Блокировку экрана я оставляю теперь нетронутой, так как настроил кофеин на нужные мне приложения и когда ПК в простое, он элементарно гасит экран, дабы сэкономить ваши расходы на свет. Сетевые учетные записи довольно таки интересный пункт. Правда, сразу скажу, что хотелось бы здесь видеть чуть более русскоязычных сервисов и подписок, и чтобы они интегрировались напрямую с Gnome Shell. Это было бы интересно. Я же использую в основном только аккаунт от Google и он отлично интегрируется в наш уже проводник Nautilus, тем самым давая возможность использовать доступные на Google Диск файлы, как если бы они были у нас на ПК. Ну а подключив аккаунт от Google, мне бы еще хотелось, чтобы он автоматически логинился везде в мою учетку. Хотя может в плане безопасности или на уровне интеграции API это не очень возможно. Кто шарит, поделитесь об этом в комментариях. Общий доступ я не использую. Про настройки звука тоже особо нечего рассказать, тут все достаточно элементарно. Единственное, что я делаю для звука, это корректирую файл пульс аудио, после чего звук становится значительно лучше. В электропитании единственное, что отключаем, если надо, это автоматический режим ожидания. У меня ПК постоянно что-то качает или устанавливает. В любом другом случае, я просто его выключаю. В настройках дисплея интересной функцией является ночная подсветка, которая попытается сберечь хоть как-то ваши глаза от яркого света по вечерам, сделав его настолько теплым, насколько вам это необходимо. В комбинации клавиш я добавлю горячие клавиши на клавиатуре, быстрый переход на Ctrl-Alt-T до терминала. Это мне привычно и удобно. Во вкладке регион и язык можно поменять раскладку, установить нам необходимую как для нашего пользователя, так и для других пользователей, которые доступны на данном ПК. Во вкладке пользователей можно добавить дополнительных пользователей и очень хотелось бы со временем здесь увидеть режим именно для ребенка с родительским контролем. Это было бы совсем не плохой функцией. Сейчас можно добавить пользователя в двух вариациях, это администратор, у которого есть полный доступ к твоим файлам и обычного пользователя. Это весьма удобно, так как заходя в новую сессию от нового пользователя, вы полностью можете перелопатить интерфейс как вам угодно, потому что получается только что свеже установленная операционная система, начиная от интерфейса самого рабочего окружения и заканчивая элементарно браузером. Если у вас есть желание вынести папки через fstab, вы должны сделать непосредственно это через пользователя администратора, тем самым вынося папки как вы делаете это для себя, так и для данного пользователя. В приложениях по умолчанию выставляем наше приложение по умолчанию. В качестве стандартных приложений для интернета я выбрал firefox, для почты evolution. Календарь здесь выставляется тоже evolution, но в основном я пользуюсь стандартным gnome shell календарем. Для музыки я выбрал ритм бокса, отказался от Lollipop, по этому поводу будет тоже отдельное видео. Для видео я использую sm player с темой, которую я покажу чуть позже. Выбираю здесь добавить в очередь sm player, тем самым открывая каждый раз новый мультимедийный файл, он добавляется в список воспроизведений, что очень удобно и не сбивает то, что вы смотрели до этого. Для просмотра приложения я выбрал стандартный gnome, гномовский eye for gnome. дата и время, здесь устанавливаем автоматическое определение даты и времени. Ну и о приложении они немножко обновили интерфейс и добавили чуть больше информации, но на самом деле для этих задач я использую терминальный neofetch. Чтобы установить neofetch вам необходимо выполнить данную команду. переходим дополнительные настройки gnome и давайте здесь тоже пройдемся по всем вкладкам и посмотрим какие параметры я у себя выставил. Во вкладке основной есть такой пункт как анимация. Отключая данный пункт у вас отключается анимация по всему рабочему окружению, то есть графика становится более такой топорной, но это в разы может облегчить нагрузку если у вас довольно таки слабое железо. Мое же железо позволяет мне полноценно пользоваться gnome, поэтому режим анимации у меня всегда включен. А вот режим ожидания при закрытии ноутбука я отключаю, так как у меня настольная версия пк. Сверх усиление включаем, это позволяет нам получить более 100 процентов от нашего общего звука, что в некоторых ситуациях может оказаться довольно таки полезной функцией. В автозапуске у меня обычно висит только корк и трл, это кто не знает программа для настройки вашей видеокарты. Здесь можно настроить график вентиляторов, то есть как будет охлаждаться данная видеокарта. Также есть режимы производительности для вашей видеокарты. Я обычно держу это на автоматическом, так как температуры низкие и когда мне это необходимо, я уже выставляю непосредственно фиксированный и здесь выбираю высокий или низкий, то есть либо на высоких постоянно работает, либо на низких. Разгоняя до высоких, здесь нажимаем применить, сохранить, запускаем нашу игру и наша видеокарта работает, то есть на максимальном режиме постоянно. Но в последнее время я все-таки использую более щадящий режим, нежели автоматический, когда это необходимо, видеокарта в любом случае разгоняется до максимальных своих возможностей. Также эта программа видит и мой процессор, изначально здесь во вкладке была экономия энергии, я же выставил на производительность и также данный параметр применил и сохранил. Что касается верхней панели, то активный угол, меню обзор я оставляю всегда включенным, ибо когда монтирую что-то или работаю с файлами, очень удобно вот так переместиться вверх. Также это доступно на кнопке супер, правда с последними обновлениями при русской раскладке кнопка супер почему-то не работает, поэтому в конце видео, когда мы будем говорить про баги и недочеты, я расскажу как исправить данную ситуацию. Также здесь я включаю еще и секунды, которые отображаются на нижней панели в часах, и это позволяет нам понять на самом деле завис ли наш компьютер или нет. Внешний вид мы рассмотрим чуть позже, ну а остальные вкладки и параметры я оставляю неизменными и использую их по дефолту. Расширение для Gnome 3. Стоит отметить, что начиная с Манжара 19.0 основные расширения для Gnome 3 в Манжаро поставляются через официальные репозитории и теперь полноценно поддерживается самими разработчиками. Поэтому я настоятельно советую всем обновлять расширение именно через PAMAC с официального репозитория через сайт, тогда большинство вопросов о неработоспособности расширения у вас автоматически отпадет и вы будете ловить наименьшее количество багов и ошибок. В расширении AppFolders больше нет надобности, поэтому настоятельно рекомендую его удалить из системы, так как оно может привести к перебоям в работе Dash Gnome Menu Application. Расширение COFFEIN поставляется отдельным пакетом COFFEINNG и также обновляется через официальные репозитории. В качестве меню я использую ARC-меню, самое функциональное меню приложения, которое я видел в принципе в Linux. В качестве дополнения к данному видео я полностью перелопатил файлик MIF и выпустил обновленную версию MIF Gnome 2020, в котором будет доступно все то, что вы видели в данном видео. Данная версия файла не финальная и она будет являться актуальной для этого года. Постепенно я буду дополнять ее другими разделами и обновлять уже доступные в файлике параметры. Тем не менее, помимо файла MIF я хочу в этом видео показать именно те настройки, которые используются отдельно для каждого расширения. Поэтому давайте пройдемся по списку и я покажу, какие параметры я выставил и задействовал, дабы добиться данного оформления операционной системы. Что же касается настроек самого ARC-меню, сейчас вы видите его на экране. Во вкладке основные вид ARC-меню по умолчанию я выбираю закрепленные приложения. Данный список можно редактировать во вкладке закрепленные приложения. После того, как выбрали нужные нам приложения, которые будут отображаться в левой панели меню, обязательно нажимаем кнопочку сохранить в нижней части параметров. Далее переходим во вкладку внешний вид. Настройки значка ARC-меню. В строке внешний вид значка ARC-меню выбирает текст и текст значка ARC-меню выставляя свое имя и фамилию. Как по мне, это смотрится довольно красиво и профессионально. Далее закрываем, потому что здесь больше делать нечего. А вот в настройках внешнего вида ARC-меню выставляем данные параметры высоты меню, ширины левой панели и ширины правой панели. Думаю, они вполне себе подойдут для разрешения экрана в Full HD. Тему ARC-меню и компоновку меню я не трогаю. Затем переходим в ярлыки и здесь можно настроить все ярлыки, которые будут доступны в правой части экрана. Нажимаем вот сюда на настройки ярлыков и здесь можно выбрать директории, приложения или даже отдельные кнопки сессий. А во вкладке разное можно экспортировать в файл все те настройки, которые вы сделали для вашего ARC-меню. Те самые настройки я и прилагаю файлики MIF именно те настройки, которые использую я лично сам. Поэтому, если вы используете файлик настроек, которые я прикрепил в файлики MIF, отпишитесь пожалуйста в комментариях, если у вас все работает так, как работает у меня. Либо настройте все сами, что в разы лучше, используя данный гайд. Расширение Dash2Panel. В последнее время Dash2Panel я использую именно в качестве основной своей панели и располагаю ее в нижней части экрана на манер Windows 10. Это очень удобно и очень практично, как оказалось. Кто со мной на канале давно знает, что до этого я ее использовал в качестве верхней панели, а следующее расширение, которое мы рассмотрим в качестве нижнего дока. Сейчас все немножко поменялось, потому что время требует перемен, и старый интерфейс меня немного наскучил. Но так как мы находимся на линуксе, можно проводить полную кастомизацию системы и менять все как душе угодно. Давайте сейчас рассмотрим более детальные настройки Dash2Panel. Во вкладке расположения я использую ее внизу, ее можно теперь перенести наверх, слева, справа, куда угодно. Позиция панели задач на экране и позицию часов я не трогаю. Единственный параметр, который я еще меняю в данной вкладке, это автоскрытие панели и настраиваю немножко автоскрытие панели. Здесь выставляю скрывать только при наложении окон, данный параметр включаю, и скрывать панель с развернутыми окнами. Далее тайминги, больше ничего здесь не трогаю. Во вкладке вид, ширину панели я ставлю на 32 пикселя, тут уже решайте сами, как вам угодно, как будет более приятнее смотреть. Отступы между значками программы в обеих колонках я выставляю на 4 пикселя. Далее внизу можно также настроить свет панели, прозрачность, я для своего оформления это ничего не трогаю и не задействую. Во вкладке поведение я убираю показывать избранные приложения, так как у меня вверху находится уже другое расширение, которое отвечает за эту функцию. Но показываю запущенные приложения, которые, да, дублируются в верхнем моем доке, но тем не менее, когда у меня развернуто окно полностью на весь экран, верхнего расширения не видно, и поэтому очень удобно переходить именно с вкладки на вкладку, задействуя Dash2Panel и активные приложения именно в нижней части экрана на данной панели. Показывать кнопку обзора я выключаю и показывать иконку программы тоже выключаю, так как эта функция уже доступна на верхнем доке. Показывать меню программы я включаю, потому что это достаточно стильно, выглядит довольно круто, поэтому этот параметр можете включать по желанию, я в своем оформлении его включаю. Предосмотр окон при наведении тоже включаю и подсказку при наведении тоже включаю. Далее выбирая разгруппировать приложение, это позволяет нам и разгруппировать именно те самые активные приложения, которые у нас будут задействованы на нижней панели. Во вкладке действия ничего не трогаю. Тонкая настройка, размер шрифта в трее, размер шрифта в левой панели я выставляю на 13 пикселей, тут уже опять же выбирайте по своим нуждам. Также можно сохранить настройки как и в арк меню для данного расширения и их тоже я прикрепил в файлик MIF. Помимо этих расширений есть ряд стоковых расширений, которые поставляются и в Gnome и в Manjaro, поэтому по дефолту, вы сейчас их видите на экране, я их всегда оставляю включенными. Для того, чтобы сделать переключение рабочих столов на манер КДЕ, нам необходимо задействовать два опять же стоковых расширения, это Horizontal Workspace и Workspace Indicator. По отдельности они выполняют разные функции, вместе в совокупности они именно дают то переключение рабочих столов, которое знакомо пользователям их FCE или БКДЕ. Следующее разрешение позволяет нам кастомизировать именно уведомления, которые доступны в Gnome. Называется оно Panel OSD, ссылочку на скачивание я также оставлю в файлике MIF и давайте рассмотрим те настройки, которые я задействую именно для данного расширения. Просто выставляете параметры, как видите сейчас на экране, ну либо настроите все как вам угодно и выберите позицию именно самого уведомления там, где вам будет удобно. В моем же оформлении уведомления появляются в нижней части экрана, в правой стороне над часами. Следующим немаловажным расширением является Sound Input Output Device Chooser. Что позволяет делать данное расширение? Оно позволяет нам в именно Gnome Shell выбирать источники аудио на вход и выход, то есть выбирать микрофон нужный нам, либо выбирать цифровой выход. Например, задействуя беспроводные наушники, очень удобно по-быстрому через Gnome Shell выбрать именно наушники, либо переключиться обратно на HDMI выход. Gnome Shell имеется свой трей, но он достаточно неполноценный, поэтому приходится расширять его двумя расширениями. Одно стоковое, которое мы включили до этого, называется Key Status Notifier, ну и там что-то немецкое. А второй это Top Icons Plus, их есть несколько версий на официальном сайте расширения для Gnome, но рабочая версия, в моем случае данная рабочая версия, это именно та, что с приставкой Git идет. Опять же ссылочка есть в файлике MIF, используйте ее, это позволит вам расширить трей и увидеть те программы, которые были свернуты, но до сих пор активны. Есть также ряд дополнительных расширений, которые я не использую, но они могут вам пригодиться, поэтому сейчас на экране я выведу именно список этих расширений и вы уже выберете для себя, что вам нужно, что нет. Также все ссылочки на данные расширения имеются в файлике MIF. Единственное, что попрошу вас заметить, ну или запомнить, то что если у вас жутко начало тормозить рабочее окружение Gnome, возможно в фоне некоторое расширение конфликтует, поэтому советую для начала отключить именно все расширения и перезапустить оболочку. Кто не знает, перезапуск оболочки осуществляется через Alt Plus F2, в открывшемся окне пишу маленькую букву R и далее вот. Оболочка перезапустится, а теперь по одному включайте нужные вам расширения и ищите виновника событий. Ну а что касается тем оформления, тут все довольно просто, потому что я задействую стандартные стоковые темы, которые поставляются уже в дистрибутиве Manjar. Это Matcha Dark Azul, потому что Azul это версия именно с синей подсветкой, есть также Элиц или Элис, это с красной подсветкой, я избегаю всеми силами зеленую, именно зеленое оформление системы, потому что она у меня немножко подустала. Также когда я устаю от полностью темной системы, я переключаюсь на стандартную адвайту, но немного модифицированную, она называется адвайта Креми, Креми, ну кремовая короче адвайта. Тоже такое довольно милое оформление, именно стоковая для гном. Ну а для темы Шелла я всегда практически использую Dark Azul. В качестве иконок я также использую стоковые манджаровские иконки, которые поставляются от Papyrus Dark и помимо иконок от Papyrus я еще от тех же самых разработчиков использую несколько тем, которые сейчас покажу и расскажу. Соответственно, все параметры, которые задействованы в данном видео, вы обязательно найдете файлики. Миф, не устаю это повторять, но предвижу уже ряд вопросов, где найти данные настройки. Так вот, все они будут прилагаться в этом самом файлике, ссылочку на который вы обязательно найдете в описании к данному видео. После долгих и самых разных дискуссий в итоге я решил использовать только опенсорсный продукт. И поэтому в качестве своего офиса я теперь использую только LibreOffice. У меня нет такой острой проблемы, то есть она не стоит прям ребром. Использование офиса, чтобы оно было именно совместимо с Microsoft Office, так как я работаю с резимом только на Linux. И те файлы, которые мне нужно показать, допустим, на работе, я их показываю в формате уже PDF, либо в распечатанном виде. Поэтому я использую для себя LibreOffice. Я единственной причиной, почему не пользовался до сих пор LibreOffice, это потому что он выглядел убого. Ну, у него такой вот мультяшный был интерфейс, который мне не очень сильно нравился. Но недавно я нашел решение данной проблемы. И как ни странно, оказалось, что именно разработчики те же иконок Papyrus поставляют еще ряд некоторых тем, которые я тоже с благодарностью теперь использую своей операционной системе. И одной из таких тем является тема для LibreOffice, которая полностью перелопачивает интерфейс и делает все иконки в данном текстовом редакторе полностью монохромными, что выглядит по-современному и очень круто. Помимо темы оформления для LibreOffice, я также использую тему от тех же самых разработчиков Papyrus для SM Player. Он также выглядит очень убого, с интерфейсом прямо без 90-х, таким всем цветным, но не очень красивым. Опять же, иконки новые от Papyrus добавляют полностью монохромности данному проигрывателю. И под капотом этот проигрыватель очень крут. Единственным его минусом было оформление, которое теперь тоже решается при использовании иконок от Papyrus. На этом вторую серию пора заканчивать. Ну и на маленькую третью у меня материал поднакопился тоже. До окончания карантина или самоизоляции уже совсем непонятно, что где есть. Я обязательно закончу данную серию про Гном, хотя, наверное, еще бонусом будет видео про Манджаро Архитект. Опять же, там расскажу, как вообще этим пользоваться, ну и соберем в качестве примера систему с нуля на Гном 3. А я с вами прощаюсь, господа, берегите себя и своих близких в это мутное время. А также не забывайте про конкурс, я разыгрываю ключик для Steam от Resident Evil 2 Remake, дабы вы играли в хорошие игры совершенно легально. Все условия конкурса я озвучил в конце первого видео к данному циклу. Обязательно подписывайтесь на канал и на наш паблик в ВК, если понравился проект, ссылка на донат и другие кошки есть в описании ко всем видео. А вообще в описании к видео и шапке канала есть все нужные ссылки для всего и даже больше. И на этой меланхоличной ноте ваш покорный слуга удаляется, что правильно, бить зомбаков. А что, время такое. Всем мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok